Всем привет! Друзья, меня всегда интересовало, сколько реально могут заработать официанты. Ходят слухи, что на чаевых можно поднять солидные деньги. Но так ли это на самом деле? Именно сегодня я решил в этом разобраться и поэтому целый день проработаю официантом в замечательном заведении Зайцебар. Кстати, решение попробовать себя именно в этой профессии было принято благодаря вашим комментариям, которые вы оставили к прошлому видосу. За что отдельное спасибо. Коротко о униформе официантов. Обычно это темный низ и белый верх. Ну или так, как у меня. Собственно говоря, будем работать сегодня так. Ну а пока пошли устраиваться, давать документы. Кстати, для того, чтобы устроиться, нужен, хотел сказать, техпаспорт на машину. Нужен паспорт громадяны на Украине, идентификационный код, ну или как у меня, ID-карта и медкнижка. Ну а дальше должны подписывать договор непосредственно с администратором заведения. В общем, чем мы сейчас и будем заниматься, так что погнали. У вас есть опыт работы официантов? Опыта работы нет, но я быстро учусь. Быстро учитесь? Хорошо. Вы понимаете, что вам нужно будет обслуживать гостей, выносить напитки, выносить блюда, следить за порядком в зале, полностью организовывать комфорт для гостей, улыбаться. Все успевать, все четко, ладить с коллективом, с гостями, и это будет достаточно насыщенный график, но очень веселый. Вы готовы? А зачем еще я проделал этот путь? А это мой друг Олег, и сегодня он тоже будет мне помогать. Мы сегодня с тобой в одной лодке гребем, выставляем вот это вот, как это называется вообще? Летка. Летка. Выставляем эту летку, выставляем столы. Короче, работа официанта только начинается, по харду. Для меня работа официанта это стулья таскать. Пока. Стулья и столы. Двери, блин, узкие. Или я широкий. Вот так вот, хоп, и все, у нас готова летняя терраса. Жду в гости, будем ждать первых клиентов, ну а пока... А пока, наверное, пошли возьмем интервью, вот как это быть официантом, и какие вообще обычные будни официантов, чем они сталкиваются, какие бывают клиенты, ну в общем, о всяких таких интересных штуках, о которых не написано в интернете. Хотя, наверное, сейчас мало, о чем не написано в интернете. Ну да пофиг, идем. И вот мне рассказывал, ты недавно работаешь в данном заведении, ну и уже, в принципе, у тебя тоже опыт уже какой-то есть, да? Сколько ты работаешь? Я работаю уже тут три недели, и это мой первый опыт, когда официантом. То это вообще не работал официантом? До этого нет. И расскажи вот, ну вот, из практики человека, который вот уже, ну, считай, месяц работает, сколько у тебя выходило от максимум по чаюхе? Максимум, у нас был банкет, они мне оставили нормальную сумму, это 200, это самое большее, которое... За один раз, да? Да. И посчитывать и другие стольки, которые я обслуживал в сумме, где-то вышло 560 гривен, где-то около 500-600 гривен, это так. 500-600 гривен, ну, за одну смену, да? Да. Ребят, на самом деле, я сегодня работаю первый день официантом, но есть человек, который действительно много знает о данной работе. Итак, это Ирина, администратор. Ира, расскажи, пожалуйста, вот ты, мне говоришь, ты давно работаешь, как вообще впечатление, нравится ли тебе эта работа, какие бывали, возможно, интересные моменты на работе. Расскажи немножко об этом, было бы интересно, думаю, не только мне, но и зрителям. Так можно. Расскажи еще моменты по поводу, вот, знаешь, есть много в интернете, я подготовился перед тем, как начал работать, фишек, которые грузят и раздражают официантов. Ну, к примеру, там, знаешь, когда ты пытаешься помочь официанту и берешь там с подноса там какие-то блюда, там, я не знаю, пиво или что-то, и официанты вот часто так, знаешь, что-то типа, спасибо, но не надо, я, мол, сам выставлю. Все зависит от ситуации, мне нравятся моменты, когда есть разнос и на нем стоит очень много посуды, и если буду забирать часть посуды я, часть посуды гости, они действительно пытаются помочь, что происходит перевес, и это может просто перевернуться, и я всегда в эти моменты умоляю их ничего не трогать, очень вежливо, потому что действительно будет только хуже. И часто, и очень приятно тоже гостям непосредственно, когда они пытаются что-то помочь, вот, вы им говорите, ваша задача отдыхать сегодня. Хорошо, а расскажи еще вот момент интересует, вот, наверное, всех, и я включаю всех, кто сейчас смотрит, по поводу зарплаты, да, ну, то есть понятно, что у каждого официанта, у каждого там ресторана, да, есть какая-то зарплата, которую, ну, на которую идет туда официант, но все-таки вот момент, который интересует многих, и меня в том числе, это чаевые. Я, когда еще был студентом, у меня многие одногруппники работали в различных заведениях, и у них всегда было, ну, довольно-таки много денег, я говорю, а где так заработал, на чаюхе поднял. Вот вопрос, действительно, на чаюхе можно хорошие деньги поднять, и, ну, какой у тебя был максимум, возможно, по чаю, там, за сутки? Ну, максимум чаевых, это было где-то полторы-две тысячи. Это за сутки? Это за сутки, да, я помню тот момент, да, действительно, когда, ну, сидели такие вот очень приятные люди, да, и вот без проблем, они гуляли всю ночь, вот, они тогда один раз 500 гривен оставили, потом еще заведение закрылось, и они уже уходили, еще дали 500 гривен, и говорят, все хорошо, все хорошо. Ну, да, ну, то есть, ну, а кроме этого же были еще другие столики, ну, то есть, ну, так она и получилась. Вы готовы сделать заказ? Добрый день, меня зовут Иван, сегодня я буду вашим официантом. Готовы вы уже сделать заказ? Добрый день, да, Ваня готова. Про бургер. Какой вас интересует? Ну, черным хлебом, тогда. Черная булочка, это у нас бургер Бугай. Бугай, да. Котлета из телятины, очень вкусный, в принципе, рекомендую. Что-нибудь еще? Да нет, просто всю жизнь мечтал быть бугаемым. Хорошо, ваш заказ один бургер Бугай и Лев 05. Мы взяли только что первый заказ, это бургер и пиво 05. В общем, пошли отдавать повару для того, чтобы приготовить все это дело. Кирюх, заказ. Приветствование, принял. Разрешите? Понял. Спасибо, Кирюх. Пожалуйста. Удачи. 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 ваше мороженое молодой человек какие эмоции у меня от первая чаюха друзья есть чаюха и можно действительно заработать ее мы ложим наш карманчик и уже вот первые чаевые за сегодня мы заработали топим дальше ребят на работе я познакомился с уникальным человеком это бармен заведения зайцы бар и чем и в чем заключается его уникальность и что вообще такого что меня поразило сейчас будем узнавать знакомьтесь кирилл более известный как человек marvel или marvel man неспроста такое название расскажи немножко о себе и о том почему я так называют ровно 20 лет назад я увидел первый комикс и после этого я начал увлекаться марвелом дошло до того что я сейчас имею наличие около полторы тысячи комиксов как видно по мне что по одежде я также соответствую данному факту данному факту а уникальность моя в том что на мне сейчас находятся персонажем татухи я правильно понимаю из кого-то татух на данный момент у меня уже 27 татух по всему телу а можешь показать ну какие-то из них которые можно показать я имею и ты говоришь что ты уже являешься рекордсменом книги украины и уже совсем скоро это книга рекордов гиннеса это уже скоро осталось буквально у вот это серьезно дядь вот это серьезно играть а последняя татуха сейчас я выйду вам покажу интересно контент 18 плюс будь готов я не знаю где находится эта татуха честно заберите детей от экрана у а это кто я просто плохо знаю но скажи люди отказом по городу перемещается люди подходят типа у чувак я знаю персонажа о сколько у тебя оказывается такие случаи что я подхожу в кофейне и меня спрашивает это что человек поэтому друзья если вы хотите познакомиться с настоящим marvel мэном человеком marvel приходите в и я думаю сможете увидеть селфи сделать но в общем вперед из песни ребят я знаете что подумал я уже работаю около шести часов и за это время заработал чуть больше чем 200 гривен чая я реально устал устал потому что вы это тяжело делать хоть может и показаться что досчетом блин ты выносишь по большому счету тарелки но это не так это действительно тяжело и морально и физически и к чему это все виду что я так знаешь провел небольшую параллель с трейдингом тем чем я занимаюсь в обычной жизни и понимаю что эти деньги я могу заработать с помощью прогнозирования курса валют в течение нескольких минут поэтому если вы также хотите узнать как это делать переходите на мои стримы и узнаете ведь они проходят каждый день а для этого подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик все очень просто увидимся хочу выразить отдельную огромную благодарность заведению в котором я сегодня работал это зайцы бар ну во первых у меня нету опыта и мне разрешили сегодня попробовать себя в этой роли за что отдельное отдельное огроменное просто спасибо ребят ну что подведем итоги сегодня я попробовал на себе работу официанта проработал я 7 часов не отпустили пораньше потому что ну не знаю то ли увидели что хватит с меня но за это время я успел обслужить 11 столиков и общая сумма моей чаюхи сегодняшней это 295 гривен возможно кто-то скажет что это копейки возможно скажет что это нифига себе ты заработал ваня но опять-таки разные рестораны разные локации разные места поэтому все очень индивидуально сегодня у меня результат такой за 7 часов работы за 11 столиков с клиентами которые обслужил я получил 295 гривен чая ну и конечно же у официантов есть основная зарплата которая суммируется со всем вот этим это скорее приятный бонус поэтому как выглядит работа работа официанта ты видел только что это не легкая работа это не только лишь физически тяжело это и морально ты переживаешь чтобы не перевернуть поднос чтобы все правильно записать чтобы все правильно поставить и клиент в итоге остался доволен ведь от довольства клиента и зависит твоя чаюха а в общем такие результаты я надеюсь вам понравилось это видео если это так то ставь лайк и конечно же в комментариях напиши на какую следующую работу ты бы хотел меня отправить буду ждать твои комментарии и увидимся в новых видосов видосах до встречи пока пока